Ото на связи! Представляю вам модификацию, которая меняет игру Battlefront 2 2005 года до неузнаваемости. Непременно поддержи видеоролик лайком, а канал подпиской. Начинаем! Сервер Starline Original это уникальный сервер с качественными скриптами и адекватной администрацией. Здесь вы сможете стать клоном великой армии республики, что несет мир в галактику. Сражайтесь плечом к плечу со своими братьями или возьмите дальнобойную винтовку и прикрывайте их. Уничтожайте технику противника из тяжелого вооружения, поднимайте своих братьев на поле боя, управляйте техникой как наземной, так и воздушной, ну и естественно охраняйте порядок. Выбор за тобой, боец! Будем ждать тебя на Starline Original. Ссылки в описании. Довольно продолжительное время я ищу модификации для игр Battlefront 2 2005 и 2017 годов, которые заставили бы вас улыбнуться и сказать «Да, это то, что я искал, я сейчас возьму, это установлю и буду наслаждаться игрой уже под совсем другим углом». Рад вам сегодня представить модификацию Saga Edition и должен вам искренне признаться, что модификация это я называю через силы, потому что данный продукт можно поистине назвать отдельной игрой, но чтобы вы меня не обвиняли в приманивании и еще чем-то, я буду сегодня, как и автор данной модификации, максимально скромен. Потому что, как видите, название довольно короткое, лаконичное, как и описание, да и если мы зайдем в файлы, здесь всего один файлик, ну, с виду ничего примечательного, но если мы с вами посмотрим на скриншоты, если мы с вами почитаем это коротенькое описание, действительно поймем, что это стоит нашего внимания. Приступим к описанию. Эта модификация улучшает игру, добавляет 2 новых эры, более 60 играбельных юнитов, более 40 героев, 50 транспортов, 15, значит, жанров игры, модификаций игры и так далее, и тому подобное. 18 карт, которые были добавлены из первого Battlefront и в том числе других частей Battlefront, я так понимаю, даже от DICE, собственно, что вы сегодня увидите. Помимо всего прочего, у этой модификации, в кавычках, имеется, вот вы сейчас не подумайте, что я вру, собственный лаунчер. Но это, давайте теперь все по порядку просмотрим. Сначала заходим в файл, чтобы установить этот шедевр, далее в Saga Edition, кстати, который, между прочим, был обновлен в мае сего года, совсем недавно, вот сейчас август, несколько месяцев назад. Я, кстати, не знаю, может я и записывал эту модификацию, просто запамятовал или нет, но большое спасибо вам, дорогие друзья, что пишите комментарии, потому что именно от одного комментатора я узнал о существовании данного шедевра. Итак, вы нажимаете Download Now, загружаете, если ничего не происходит, жмякаете сюда, если и тут ничего не работает, жмёте на Mirror и выбираете удобное для вас зеркало, и всё должно быть прекрасно. Затем открываете файл, вот, собственно, и он, жмёте Next, ещё раз Next, и здесь очень внимательно выбираете местоположение вашей игры. Без GameDat, без аддонов, чего-либо прочего. Если у вас пиратка, Steam-версия, неважно, просто выбираете местонахождение вашей игры. Давайте покажу для тех, у кого имеется лицензионная версия. Жмёте правой кнопкой мыши сюда, затем просмотреть локальные файлы и выбираете вот этот путь. Ещё раз подчеркну, не GameDat, не аддона, именно путь вашей игры. Ctrl-C, чтобы копировать, Ctrl-V, чтобы вставить сюда, жмёте Next и дальше устанавливаете. Я этого делать не буду, потому что всё уже установлено. После установки у вас появится этот значок. Вот это и есть новый Battlefront, ну или модификация для нашего любимого Battlefront. Нажимаете два раза левой кнопкой мыши и... ТА-ДАМ! Это тот самый лаунчер, о котором я с вами, вам и говорил. Здесь вы можете настроить его, какие-то звуки отключить, включить. Можете вот здесь удалить эту модификацию, ну или отдельную игру. Называйте уже как хотите. Полный комфорт. И что самое главное, если вы запустите новую игру, я не знаю просто как для кого, лично для меня это новая игра, но кто-то меня начнёт винить, что это мод. Давайте я буду называть как удобно мне. Если вы хотите играть в Battlefront с модами, но не с этим, вы просто нажимаете вот здесь Battlefront, как обычно, запускаете и всё. Будет у вас обычный Battlefront или Battlefront с другими модификациями. Но если вы хотите именно вот этот Battlefront Saga Edition, вы запускаете через данный лаунчер, жмякайте Start Game и будет у вас совершенно новый Battlefront. Ну а теперь давайте уже наконец-то перейдём к непосредственно геймплею. Новая музыка, новое меню и даже возможность создать новый профиль позволяет нам вот эта замечательная игра Battlefront 2 2005 года Saga Edition. Всё-таки нет, я буду называть это новой игрой, ибо так оно и есть. Как видите, я создал оттоп, нажимаем дальше, сэпп. Здесь, опять-таки, совершенно новый дизайн, более HD-шный, чёткий, ясный. Всё чудесно, у меня нет слов больше. Имеется мультиплеер точно такой же. Можно настроить игру, как вам удобно. Видео, то есть графику, аудио и всё остальное. Посмотреть на ваш профиль, можно создать новый. Но сегодня мы просто хотим посмотреть некоторые карты, всякие остальные новые возможности и прочее. Кстати, многие задают вопросы, Ото, а есть ли новый захват галактики или старый? Вот в этой модификации абсолютно новый захват галактики. Давайте мы, например, нажмём вот этот. Как видите, новый загрузочный экран. И вот здесь мы с вами сможем захватывать галактику либо за дроидов, либо за клонов. Тоже у нас тут появляются бонусы, улучшенные юниты, модельки точнее их и всё остальное. Но это вы уже всё посмотрите сами, а я выхожу. Я обычно смотрю схватки на скорую руку, так скажем, и всё остальное. Как видите, здесь абсолютно другой интерфейс выбора игры, сессии. Огромное количество новых карт. И если вы, например, забыли, аха, что это за карта на Майгит или Миджет? Вот тут в этом окошечке в левом нижнем углу вам демонстрируется, что, безусловно, невероятно удобно. Это, это... без комментариев, правда. Также огромное количество режимов игры, как описал об этом автор в описании на страничке модификации. Вы можете здесь выполнять и приказ 66, и играть в простую обычную схватку, захват флага. Даже в противостоянии 501-го легиона, а это уже имеется в виду Галактической Империи и Клонов, но тоже 501-го легиона, но только Великой Армии Республики. Противостояние Империи и Сепаратистов. Противостояние повстанцев и сепаратистов. Чего здесь только нет. На любого игрока Battlefront найдёт своё. Я сегодня, как обычно, покажу вам только одну карту. Я, честно говоря, не знаю, какую. Ну вот, например, довольно интересная какая-то карта. Bespin Cloud City. Если мои знания английского языка правильно мне подсказывают, это означает Bespin Облачный Город. Давайте выберем, например, Kang West. Это обычная схватка. Войны Клонов, но перед этим чуть-чуть увеличим количество юнитов, очков, чтобы было более массово это всё. Clone Wars, Add Maps. Добавляем карту, выделяем ещё раз. И нажимаем Launch. Вот, собственно, и мы начинаем играть в новый Battlefront, или модификацию для Battlefront, как вам угодно. Видим клоны из 212-го батальона, также дроиды. Простые дроиды, ничего тут интересного нет. Тоже обычный интерфейс выбора персонажа, юнита. Давайте посмотрим на классы, ибо здесь их действительно намного больше. Heavy Trooper, это обычный Heavy с гранатомётом-пулемётом, в улучшенной броне, клон Sherp Trooper, это специалист или снайпер, инженер, инженер, Assault Trooper. Здесь уже начинаются особенные единицы, на которые надо заработать очки, и здесь нам так и пишут. Получи 8 поинтов, чтобы разблокировать данного персонажа. 12, 16, 20, 24. Не волнуйтесь, здесь также присутствует герой в виде джедаи, или ещё кого-либо. Опять-таки, барьируются они от карты. Мы сами можем как играть за дроидов, так и за клонов. Пожалуйста, никаких ограничений нет. Но я, естественно, да. И что хочу ещё выделить. Именно у дроидов, именно у страны конфедерации независимых систем, в зависимости, опять-таки, от карты, появляется один уникальный юнит. Вот, например, это наймодоянский снайпер. Чёрт возьми, здесь, да, действительно, дикцию тренировать, чтобы выговорить, значит, расу этих ребят. Но мы выберем, как обычно, клонов. Побегаем за них, я уже заранее посмотрел, как тут и что, дабы вам кое-что сказать. Слушайте, ну карта действительно немаленькая, большая. Так вот, что я вам хочу показать. Давайте выберем от третьего лица вид. И постреляем, вот, например, ну, вон куда-нибудь туда, вот в этого гада. Не знаю, заметили вы или нет, но при стрельбе теперь автор модификации добавил такое вот приятное, лёгенькое потряхивание. Посмотрите, я думаю, если вы присмотритесь, заметите, что тоже довольно добавляет атмосферу. Знаете, именно нахождение в игре, будто ты сам вот находишься, сражаешься против бидонов, или наоборот, за конфедерацию независимых систем, против этой коррупционной, прогнившей, насквозь республички, с её старичком-канцлером Палпатином, ну и прочей дряни. Ну, а пока мы с вами несем демократию, будем уничтожать дроидов. В общем, довольно неплохо. Уклонов так серьёзно, так быстро, меня дали персонажа. Я просто хотел вам кое-что показать, а уже дали персонажа. Ладно, давайте я вам покажу джедая. В принципе, обычные джедаи, только у них теперь имеется более обширный выбор способностей, например, притягивание, толчок, щит. То есть нашим ребяткам мы даём щит, и нам позволяют метать нашим световым мечом налево, и представьте, даже направо. Давайте, например... Ох ты! Вот эти ребята, кстати, здесь очень мощные. Это вам не ванильный батлфронт, я вам говорю серьёзно, их даже тяжеловато убить. Поверьте, если вы вступите с ними в схватку за джедая, будучи там даже магистром йоды, то будьте готовы сражаться до победного конца. Как говорится, на смерть, потому что они здесь действительно сделаны более мощными. И вы знаете, может мне кажется, конечно, но вряд ли... Но, в общем, здесь искусственный интеллект более проработанный, вы знаете. Вот, давайте мы вступим с ним в схватку. Ну давай, попробуй. Вот, о чём я и говорил! Он меня почти уничтожил. Нет, здесь действительно искусственный интеллект более улучшенный. Ну, да, конечно, я его добил метанием меча, но вы сами видели, что он довольно достойно держался. Ну-ка, давайте, ребята. Да, меня, скорее всего, сейчас прибьёт. Но, ничего... Хотя нет, слушайте, нет, отстреливаюсь. Всё. Таки, таки да, таки да, искусственный интеллект здесь более разумный, я не знаю даже, как сказать. В общем, улучшенный. И за это автору большой плюс, потому что иногда... Ну, что значит, иногда часто мы не можем поиграть с друзьями по сети или ещё с кем-то, а с такими иишниками играть крайне скучно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Но эта модификация вам не даст заскучать точно. Давайте постреляемся. С кем-нибудь ещё. Но, даже, знаете, от первого лица будто такая вот отдача идёт, что тоже абсолютно совершенно точно возрастает, делает погружаемость в игру наиболее ясной. А сейчас я предлагаю сыграть на какой-нибудь другой карте, потому что здесь у меня для вас есть ещё один сюрприз за дроидов. Начинаем с того, с чего начинались Звёздные войны. Ну, вообще-то, начинались они с третьего эпизода, но мы идём по хронологическому порядку. Это первый эпизод вторжения на Набу, ну, или оккупация Набу. Будем играть непосредственно за агрессоров, которые это всё начали, за дроидов, дроиды Би-1 легендарного. Я думаю, персонажа, который уже стал вполне себе символом Звёздных войн, один из самых узнаваемых персонажей. Уничтожаем клонов налево и направо, и, возможно, я вам даже сейчас покажу какого-нибудь дроида немножко получше. Не знаю, будем с вами играть за Дарта Мола или нет. Предлагаю поубивать ещё парочку клонов, и уж тогда можно выбрать Дарта Мола, а то, знаете, всё за персонажей, да за персонажей. Это, конечно, тоже хорошо, но надо бы поиграть ещё за какие-нибудь другие фракции. Ой-ой-ой, там случайно гранату кинул. Ну, ладно, это вполне себе объясняется. Всё-таки я дроид, мне можно. Я могу себе позволить такую роскошь. Итак, Дарт Молл. Как видите, тоже улучшенная модель. Огромное количество различных возможностей, как и метание мечиком, так и удушение, и всё остальное. Вот эти ребята, кстати, тоже довольно опасные, но я их быстро уничтожаю. Ну, вообще, если говорить серьёзно, они очень хорошо, так же, как и Магнастраджа, борются против пользователей силы, те, кто с мечиками. Так, давайте мы тоже этих ребяток поуничтожаем. Нет, ну, Дарт Молл, слушайте, Дарт Молл здесь выполнен, ну, шикарно. Прям играешь и наслаждаешься, честное слово. Я бы даже сказал, что его через... Так, аха, аха, всё, 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 меня поставили на место, осадили. Я только хотел сказать, что его даже чересчур сильным сделали, но тот самый клончик меня довольно быстро прибил. Давайте сыграем за Дройдук, я вообще довольно редко играю за этого юнита, многие просят, но вот, удовлетворяю просьбы зрителей. Так, где вы, милые, где вы выходите? Вот и я. Ну, Дройдек, это тоже мощное, кстати. Хотя я довольно давненько играл, в общем, в ванильный Баттлфронт, поэтому, может, и ничего не изменилось, напишите в комментарии знатоки, будет любопытно довольно прочесть. Но здесь Дройдека нет. Знаете, всё-таки, да, по-моему, здесь изменили прочность щита, потому что в ванильный Баттлфронте 2005 года довольно быстро Дройдеки снимали щит, сносили, и тем самым тебя ликвидировали. Здесь я, вы видели сами, стоял в самом пекле и отстреливался, и, причём, по мне попадали, там, мимо снаряда не шли, поэтому я констатирую, что действительно щит здесь как бы помощнее. Но в остальном, не знаю, может Дройдека ещё в чём-то изменилась. Ну, в общем, довольно неплохой тут персонаж. Я думаю, мы можем на этом заканчивать. Все остальные карты я оставляю для вашего внимания. Получайте удовольствие, желаю вам приятной игры. Ещё раз скажу, что все ссылки будут в описании. Ну, а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, ещё увидимся.